итак ребят набрел я вот на такое позади меня здание видите да вот и мне сказали что это раньше была старинная церковь очень старая церковь вот причем здесь похоронена легенда вот такой легенде чуть позже здесь был человек захоронен я так понаслышке слышал что это один из первых мэров самары доброе утро ребят наступил доброе утро разбудил меня камрад так как лучше то сесть чтобы меня было хорошо видно в общем ребят разбудили меня поспал в принципе выспался но ночь начиналась ужасно в машине было жарко king у меня не смог уснуть дышал жутко страшно и комары ребята комары это жесть машину комары залетели гурьбой начали нас с кингом окутывать такое ощущение что они могли просто нас из машины вытащить вот в этот лесок и там просто напросто да есть я хоть и обрызгался вот отдел потом на себя москитную сетку в общем ну поспал нормально нормально вот кинга потом на улицу привязал зверья здесь полно было поначал ночью king тревожно гавкал то кто-то ежики то всякое всякое потом выхожу на улицу слышал где-то вдали в лесочке там ось ой косули самцы самок ищут в общем ребят сейчас легкий кофеек завтрак как хорошо на природе ребят кофеек и вот за церкви ребят там он вдали имеется поле распахно она отдыхает и сейчас я отправлюсь именно на этом поле надеюсь что-нибудь выскочит каждый раз поле перепелкивает переворачивает землю и что-то может отыскаться так что мы сейчас я не буду переезжать потому что ну машину тут хорошо мне в лесочке стоит сейчас амуницию всю свою соберу одену несколько на себя этих чехлов фляжка вот под цветнину возьму и отправимся скидом на поле ну тут нужно будет пройти наверное чуть меньше километра так что это утро у нас начинается с кофе к от звонки от друзей санек разбудил потом михалыч позвонил кстати михалыч тоже жаловаться три выхода у него пустых представляете три выхода ушел фолга казались вообще голяк ничего не нашли печально но он конечно с разведкой ездил так что так вот бывает и на старуху проруха так что пожелайте нам удачи утро начинается надеюсь с ваших пожеланий мне удачи ну все погнали ребят походил я вам по тому полю абсолютно чистое поле абсолютно то ли там ничего не было то ли камрады так шикарно там выбили проходя мимо от этого фундамента вот за этими кустиками машина моя находится вот обнаружил вот такая бутылочка вот такой вот фарфорчик и решил как бы это за шурфится потому что чем-то мне интересно стало вот такая засыпочка серы и вот такой холм вот по этим параметрам я решил на нем уйди попробовать ковырнуть и вот знаете блин кинг пришел и засыпал сделал всего-навсего три выброса и монета сама выпала вот на монетка сейчас монета да ладно серьезно это нас деньга ребята грубо говоря верховая деньга вот это номер 1700 какой-то год вот это номер вот это да удивлен удивлен зачетно приятно утро начинается приятно это ребята я зачетно зашел на фундамент вот еще одна монетка зеленая до безобразия надеюсь медь нет это советы советы рамочник да 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 и монеты буквально за два выброса две прозвонки неплохо неплохо чужого нашел жучок вот такой жучок вот такая засыпка ребят нужно вот видите шикарная засыпка шикардос вообще и так ребята очередная монета из этой маленькой ямки вот на 10 копеек 43 год я не помню дорогая 42 или 43 вот если 43 то я немножко разбогател точно не помню но в лагерь приду обязательно посмотрю 43 год класс не так ребята что-то долгожданное крупная у меня здесь несколько десятков советиков были я вам не показывал но банально а вот этот нужно показать что это не знаю зеленые окислы на этом фундаменте ребята даже ложки гнилые а про монеты вообще не значит говорить не знаю что то крупная гурт ребристый наверное все таки царская медь ну ладно монет отыскалась думаю почистится будет хороший итак ребят последний было николаевская наверное все таки трешка и вот такая же подобная она зазубринами зараза это пятак николаевский 1875 год крупная медь полезла причем видите материк на пределе с материком он ямки я все стараюсь вдоль венца видите венец то лет венец то ли это половая доска основная как вы называют лагода вот и я пытаюсь как бы здесь но и до материка стараясь до материка вот результат материка монет прибавляется прибавляется уже три царя и советики ну как ты так пока копай всего-навсего ну наверно минут сорок ребят но от от находка уже радует 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 здесь была самая первая деньга выпала верховая и вот смотрите вот отсюда вот я не знаю срезал то ли здесь то ли чё ну короче здесь еще одна деньга ребята 41 год 41 если не ошибаюсь это у нас елизавета зачет 41 частый не частый но пойдет класс 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 вообще зачетно зачетный фундамент ребята тем что пробок здесь нет то ли не бухали то ли чё и если какой-то цветной сигнал ближе к меди это монета монет класс класс вообще прет вроде невзрачный да такая мусорка помойка его пытались шурфить здесь шурфили там шурфили там шурфили короче такой холм здесь шурфили там кругом я же зашурфился вот здесь и и пока удача прет дом большой вообще потому что смотрите кирпич царский миллионный большой богатый был вот так что кирпича здесь хватает то что не просто здесь печка кирпичная было ну и сам дом наверное кирпич был значит это бревно это просто влага влага и так ребят откопал вот такую фигуре на бросила сюда и тут же сразу приятно прям шикарно зачетная находка чем а вот это царское серебро 1879 9 или 70 год ребята это серебро чистое это не белончик это серебро зачет ребята серебром меня кингуха серебро серебро вот чё надо нам искать классно продолжаем ребят камеру решил далеко не убирать здесь вот кустики положил и вот знаете на прозвонки выброшенного грунта выпала двушка царская 1903 год зачет поперла поперла фундамент огонь каждый выброс каждый цветной сигнал эта монета прям зачет даже еще не копал как пятнашку поднял прозвонил еще вот двушечка ну достаточно бодро до ведь бодро до пойдем и так ребята выгребая вот оттуда запах идет такой знаете старенький гнилой вот и очередная царская монета и снова эта двушка но на этот раз затертый 1885 вроде так что так вот медь идет неплохо неплохо продолжая кстати пуговка гирька еще была хорошая красивая долго и коротко ребята срезал наверное еще полметра вот это и вот насыпи и выпала очередная монета монет крупная среднего размера по размеру рукожопой нас две копейки ребята я и засадил лопатой 1915 год две копеечки вот так вот чё здесь сильно да в центре сильно а по бокам ну ладно на шурфе такой часто бывает ладно еще одна медь пойдет ребят нюанс в это трудно поверить но это факт факт еще раз факт у меня очень часто появляются такие нюансы но такой в первый раз смотрите начал прозванивать взгляд бросила тут монета те за монета она и советик об она это царь это царь 1899 год но смотрите первый раз такое вижу с обоих сторон имеются запилы что на орле что номинале орел орешка запилов странно очень странно это явно тогда не игровая не знаю чуть такое пишите в комментарии если вы знаете хорошая сапочка как сапочка засыпка хорошая прям кости обильно смотрите кости сыпется 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 это классно еще одна монета ребят из глубины я думал советик потому что такой знаете ровный зеленый такой налет на нет это у нас ребята 15 копеек серебряные год тысяча девятьсот пятнадцатый но это белончик класса зачет 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 серебрушки идут классненько классненько сохран вообще огонь какой-то немножко странный тем что венки очень сильно выделяется видите да пятнадцатый год серебро класс еще один ребята царь он еще мокрый что за монета это нас низкопрофильная трешка похода или двушка ну ладно медь хорошо вот отсюда вот прям видите опять материк здесь поглубже а здесь уже материк ладно ну а вот ребята молочевка следующая прозвонка двушка была крупная и теперь мелочевку пошла на этот раз и выпала 1 2 копейки 1914 год спб николай а смотрите какой какой зачетный какой хороший рельеф смотрите какой хороший вообще приятная монета класс одни цари идут 1914 да хорош 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 ребят видите углубился еще на штук лопаты здесь как бы материк а здесь нифига выкидываю камни вот такие это означает что а камни лежат скорее всего на материке и вот смотрите очередная крупная монета очередная чё за монета это пять копеек 1877 год но для своего года александровская они все основном низенькие вот это хороший сохран хочу вам сказать вот такой вот посмотрите копаю и за собой засыпаю чтобы потом меньше было трудов ну пока как то вот так ребята пока вот так ребят сигналил камушек вот этот я хотел его в прямом эфире прозвонить а он у меня в руках рассыпался и вот смотрите какое чудо вот он слепочек и это у нас 20 копеек 1916 год сохран просто бомба бомба сохран смотрите какая красавица третий царь царский серебряный может быть и крупнячок еще будет был бы золото я вообще бы визжал как этот у меня за всю свою деятельность не раз не было золота да и портретников тоже ладно пойдет а и Субтитры сделал DimaTorzok